Когда Одиссей возвращался домой, его застала Пурга, сказала Гранаут. Я был молодой старательный педагог. Почему же Алёша Пурга? Я рассказывал вам о климате Греции. Помнишь, у нас зима девять месяцев и лето как осень, а в Греции лето девять месяцев. И зима, как осень, какая же может быть Пурга, сказала, гордясь собой во всеоружии точного знания. Но ученик мой замолчал, и больше я не вытянул из него ни слова. В учительской я повторил его фразу, как обычно посмеиваясь, передаю друг другу учителя всякие ученические нелепости, и вдруг сообразил, какое таилось в ней многообещающее начало, какая могла получиться удивительная история. Я даже попытался сам продолжить ее, придумать другие такие же необычные фразы о собаках, например, китах, вельботах. Но все они не звучали столь эпически, как первое. Когда Одиссей возвращался домой, его застала Пурга. Потом, пожив на севере, я понял, в чем тут дело. Однажды я пошел со своим классом в Наукан, старое заброшенное эскимоское селение. Жители давно оставили его, переселились в другие, лучше расположенные поселки. И теперь там оставалась только полярная станция. Была осень. Не такая, как в Греции. Выпал снег. Он лежал неуплотненный, не сбитый еще зимними пургами. И двадцать с лишним километров мы брели, проваливаясь по этому снегу. Никто не мог быть гостеприимнее, чем несколько полярников, по полгода не видящих новых лиц. Но едва мы отогрелись, перекусили, ребята мои заскучали. Я внушал им какое-то замечательное место, крайне восточная точка страны, и пролив, и маяк, памятник Семену Дежневу. Но они были готовы теперь же возвращаться домой. Хотя так устали, что последние километры почти ползли. Отчего они, едва уйдя, так стремились вернуться? Я вспомнил, как летом у нас из пионерлагеря убежал мальчик лет десяти. Я отправился за ним километров четырнадцать по берегу моря, и когда светлый летний ночью подошел к поселку, увидел, что жители его не спали. Они собрались на берегу и разделывали только что привезенных с охоты моржей. Мой мальчик был тут же, помогал взрослым. Я понял тогда, что он не убежал, а просто вернулся к себе. Он не хотел играть, он хотел разделывать моржей. Тань Багарас пишет, что в старину у Чукчи были люди, не имевшие своего дома семьи. Они переходили из стойбище в стойбище, где их, хотя и кормили, но относились с пренебрежением, называя праздноходящими. Слово это поразило меня сходством с гомеровскими сочетаниями. Тяжко огромные копья, светлообутые греки, вольнообъятные острова, праздноходящие люди. Они ходили зимой и летом, и если в пути их заставала пурга, они ложились в сугроб и пережидали, только шли они при этом не к себе. Они не возвращались домой. Может, и ребят моих смутило то, что мы пришли в Наукан просто так, праздноходами посмотреть место. Мне казалось, что они думают, ну вот, мы увидели тебя, место, и теперь можно возвращаться домой. Сколько раз я видел, как возвращаются домой, как спешат по вечерам из тундры упряжки. Их плавный ход сюда, где еще светло, а за ними идет темнота. Или весной, когда в море еще много льда, и даже сопки не отличишь далекие вельботы от неподвижных льдин. Но если присмотришься, увидишь тонкие расходящиеся морщинки волн. Навстречу вельботам выходят люди. Дети берут охотников карабины и несут домой. А взрослые грузят пласты мяса на тракторные сани. Моржа разделали по дороге к берегу, в море. А потом вытаскивают вельботы на узкую, еще не сорванную полосу припая. В землю, Веслова, друзей, ты окончил свое роковое долгое странствие. Вот так и мы возвращались тогда из Нулкана. Не в тот же, конечно, день, а приночевав, отдохнув, и иду навстречу ветер со снегом, хотя и слабая, но застава на спурга. Тут я и вспомнил фразу про Одиссея, шел, повторяя ее, и вдруг понял, что если бы я не перебил тогда Агронаута, он все равно не сказал бы дальше, потому что дальше и не надо, потому что этим сказано все. Когда Одиссей возвращался домой, его застигла пурга. Когда Одиссей возвращался домой. Шторм в Уилене Осенью в Уилене начинаются штормы. В понеделье у меня слабевая дует северяк, и море подступает все ближе к поселку. Ветер подхватывает водяную пыль и несет ее через косу, перемешивая с дождем. Окна домов залеплены солью. Я люблю это холодное время. И часто хожу на берег смотреть, как один за другим скручиваются громадные валы и повисают на мгновение зеленоватой мраморной стеной, по которой, словно прожилки, струится пена. Затем стена с грохотом рушится, и начинается обманное движение воды. Сначала медленно, как бы нехотя, и стоишь на месте уверенный, что до тебя не дойдет. Но вдруг все быстрее и быстрее, и вот она уже захлестывает тебе ноги. Берег здесь не песчаный, а галечный, поэтому каждый такой аккорд заключается не тихим шипением и стаивающей пены, а звонным искрежетом поднятых, трущихся, стукающихся друг от друга камней. Когда шторм утихнет, посреди ровного пляжа обозначится граница наката. Крутая галечная гряда, усеянная рыбешками, лентами водорослей, чурками, морскими звездами, кусочками потемневшего моржового клыка. Ну а пока шторм набирает силу. Птиц, бакланов, топорков, мартынов не видно среди пустынных волн, горизонт, этот достижимый край неба, как называют его чукчи, приблизился чрезвычайно, рождая мучительное желание, чтобы за очередным разбившимся валом открылось, наконец, море. Но там уже скручивается другой вал, да и само небо спустилось, заволоклось матовой непрозрачной пеленой, в которой теряются вершины сопок. Лагуна с другой стороны косы выглядит спокойной. Северному метру не удается ее раскачать, он только давит на воду, отжимая ее от берега, и временами по ней пробегает быстрая судорожная рябь. Лишь у противоположного края лагуны видна вскипающая белая полоска прибоя. Там свой небольшой шторм, жалкий как подражание. Полуостров, подобно гигантскому волнорезу, принимает на себя соединенные усилия двух океанов. Проснувшись среди ночи, можно слышать все тот же шум ветра, грохот волн и чувствовать содрогание косы под их ударами. Полупробужденному сознанию море кажется наделенным злой волей, и отчетливо воображается картина, как оно перехлестывает через косу, рушит дома и уносит их со спящими людьми. А утром снова идешь посмотреть на шторм и видишь, как по тому месту, где стоял вчера, прокатываются волны. С этим же ветром надвигаются льды. Первые льдины моментально дробятся, и осколки летят далеко на берег, но постепенно полоса ледяного крошева увеличится, уплотнится, и морю станет труднее приподнимать ее. Утихнет ветер, установятся ясные солнечные морозные дни, лед будет медленно колыхаться у берега, как тяжелое набухшее одеяло, выгибаясь на длинной пологой волне. С севера, теснясь, придвинутся целые ледяные поля. Наконец, от моря останется только узкая, слепительно-синяя полоска у горизонта, и будет видно, как вдоль кромки спешат на юг последние стада китов и вспыхивают, серебрятся на солнце, словно снежная пыль, их фонтаны. Лагуна к этому времени окончательно замерзнет, потом закроется и та узкая полоска на горизонте. И наступит зима. Но это не сейчас, не завтра, еще много дней можно приходить на берег. И странное спокойствие овладевает мной при виде этого безостановочного волнения. Как что-то нереальное, я вспоминаю большой город и все, что казалось там единственным и неприходящим. Настольные лампы университетской читальни, ученые беседы со старым профессором у него дома в кабинете, где все стены сплошь закрыты книгами и картинами, а на столиках и подставках всевозможные шкатулки, табакерки, бронзовые фигурки и белые античные головы. И все это тускло по-старинному блестит, и ни к чему не приглядываешься особенно, а только определяешь для себя общее впечатление музей. Да, о чем это мы с вами говорили? Так вот, не плачье я стояло у Пушкина, а плачьяр, плачьярославный, и все таким образом становится понятным. Конечно же, не мог он не отметить. И собственное молодое тщеславие, соблазны науки, твердая решимость посвятить себя, и вдруг мгновенная тоска по далекому путешествию, острое сознание того, что есть места, которых никогда не увидишь, и люди, которые о тебе не знают. А вдобавок к этому еще любовь? Нет, не вдобавок. Любовь, конечно, в начале. Сложные, безнадежно запутавшиеся отношения, сумятица мыслей, гонка чувств, доброжелатели, долгие разборы самим собой, кто что сказал и что сделал, и что надо было сказать и сделать, чтобы все пошло по-другому. И внезапный отъезд в тот самый момент, когда оказалось уже, что ничему не сможешь отдать предпочтение, что все эти колебания бесконечны. Теперь, когда выбор сделан, я рад, что оказался ни в лесу, ни в степи, где воспоминания о той жизни медленно и томительно глохли бы во мне, а здесь, на берегу океана, где они будто моментально выветрились. Я думаю даже, что все было бы гораздо проще и легче у меня в прошлом, когда бы еще раньше мог постоять на этом берегу. Север только начинается, говорю о себе, а я-то поначалу воображал, что он будет не более как мутное, залепленное соль окно моей комнаты, свозь которое я стану вглядываться в прошлое. Ведь как это ни парадоксально, думал я, наше будущее однозначно, зато прошлое имеет множество вариантов, и я здесь для того, чтобы в тиши и уединении в нем разобраться. Но прошлое отодвинулось далеко, словно я обозреваю его в перевернутый бинокль. Лишь первое время во сне оно возвращалось. Да, была такая полоса снов, как осенью полоса звездных дождей. И так же, как звезды, вспыхивали они внезапно, мелькали и гасли, теряясь темноте, и опять вспыхивали, и всю ночь прорвался куда-то бежать, искать, объяснять. И, пробудившись в смятении, в следующий миг слышал гулы содрогания, говорил успокоенно, «Ах да, у Элен!» и вновь засыпал, провалился в черноту. А на утро нехитрые и неотложные дела. Растопить печь, принести воды из переполненного дождями ручья, сесть за тетради, подобрать нужные для урока фразы. Потом пойти в класс, диктовать там, «На берегу пустынных волн стоял он, дум великих полн». Дум великих полн. Подчеркните, пожалуйста, в этом предложении и вглядываться в склонившиеся над партами нежные, матово-светящиеся лица детей, завешанные сине-черными волосами. Где-то читал я про старинные солнцезащитные очки у северных народов. Представляли они собой пластинки с прорезями для глаз, такими узкими, что нельзя в них было заглянуть солнцу. Глаза детей напоминают мне пока такие вот очки. Я еще не могу проникнуть в них, угадать, что там за приспущенными веками, за темным, будто сонным зрачком. Но я надеюсь узнать. Я сам учусь у моря, у рожих сопок, скрытых сейчас дождем и туманом, у всей этой схолоненной страны, напоминающей разыгравшийся, да так и застывший с размаху шторм. После уроков снова на берег. Иногда я беру с собой детей, они медленно затевают с морем опасную игру, цель которой подобраться как можно ближе по обнажившемуся берегу к нависающей волне и после удирать, что есть силы. Мальчишки, хватая девочек, и держат, не давая убегать слишком рано. Девочки визжат, и первое время я вступался за них, пока не понял, что ничего-то они не боятся. Я отпускаю детей и сам бреду домой. Дома у меня среди немногих книг, оставшихся от моего предшественника, есть Томик Пушкина с отчеркнутыми строчками. Пора покинуть скучный брег мне неприязненной стихии. Я пытаюсь представить себе этого человека по единственной черточке на полях, восстанавливая его жизнь здесь, вечера, развлечения, скуку, воспоминания, его нетерпение перед отъездом. Я увлекаюсь и сочиняю целую историю, и вдруг спохватываюсь, что эта история моя. И тут я понимаю, что рано или поздно наступит момент, когда я сочувствием перечитаю отчеркнутые строки и покину этот берег, ибо ни единым спокойствием и созерцанием жив человек. Но понимаю также, что многое потом отдам, чтобы хоть изредка, хоть раз в году, пусть десять минут из каждой осени постоять на холоде, ветре и дожде, посмотреть, как скручиваются валы, и вновь припомнить все, чему я здесь научился. Продолжение следует... Продолжение следует...